С 2012 года наша корпорация осуществляет собственную жилищную программу. Более трёх тысяч работников и специалистов купили жильё по льготной цене. Но, к сожалению, многие из них взяли жильё в ипотеку, при этом озвучены... Почему к сожалению? Это хорошо? Да, хорошо. При этом некоторые работники вынуждены были отказаться от приобретения жилья после озвучивания банка процентов. Вот живой пример. Ко мне пришёл в цех молодой парень, следственный сборщик изделия. Денис приехал из Брянска. Сами знаете, какая сейчас сложная ситуация. Недавно женился, растёт профессионально, учится на заочном. Но даже по льготной цене он отказался покупать квартиру, потому что то жильё, которое предприятие, мы построили для него, для работников, то есть проценты, которые озвучил банк, они были очень высокие для него. Я знаю... А дети есть у них? Нет, пока вы только женился, вот буквально. Дайте мне совет. Денис. Денис, да? Молодая семья. Молодая семья, льготная ипотека. А если мы сразу дадим льготную ипотеку, и... Да, льготная ипотека есть. И детей будет откладывать. Да, согласен с вами, да. Вот тогда вы скажите. Да, я вам обязательно предложу. Спасибо, Владимир Владимирович. Я знаю, что существует много льготных программ, в том числе, которые вы назвали, но на Дальнем Востоке, по вашему поручению, уже работает программа, в которой уже включены работники оборонных предприятий. Но, к сожалению, в других регионах пока такой программы нет. Можно ли сделать так, чтобы в эту программу могли бы включить и других работников оборонных предприятий со всей страны, чтобы мы могли и привлекать, и удерживать молодые перспективные кадры. Также есть ещё второй момент. Приходит ко мне совсем молодой рабочий. Он только пришёл, только вливается в коллектив и не готов ещё покупать жильё и по зарплате, и нет ещё средств. То есть, возможно, сделать фонд арендного жилья, чтобы можно было работникам ОПК арендовать это жильё за умеренную плату, чтобы пока втягиваться в процесс, пока проходит обучение. И просто набирается опыта в производстве. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Вот Денис, о котором Вы сказали, у него сколько заработная плата? Какая? Что? Вот Денис, о котором Вы рассказывали, заработная плата у него какая? Заработная плата сейчас у нас средняя заработная плата в Реутове по предприятию порядка 89 тысяч, где-то 90. Это чуть больше, чем в стране. В стране в целом в среднем 77 тысяч. Ну сейчас, да, вот Вы пока уже сказали на форуме, значительно выросли зарплаты. Ну в среднем 77. Да, в среднем 77. Да. Ну и Вас чуть повыше. Ну конечно, это чуть не даёт возможности эту квартиру приобретать. Но тем не менее, вот для молодых семей с детьми такая льгота сохраняется. И в целом, конечно, они, ну молодая семья, ну не должна, нет, это неподходящее слово, но может об этом думать. Я Вам посоветую посоветую. Ну да, надо, конечно, с женой поговорить, как она, он один это сделать не сможет, это очевидно, да. Вот, но пусть убеждает её, пусть уговорит. Ну да, мат-капитал уже можно получать после первого ребёнка у нас. Мы ввели мат-капитал на первого ребёнка, уже сейчас. Был только на второго, чтобы стимулировать второго ребёнка. Потом мы решили, ладно, и на первого ребёнка понадобить мат-капитал, и на второго. То есть там хотелось бы ещё и ещё больше. Ну вот эти вот, то, что сейчас государство в состоянии для того, чтобы сохранять макроэкономическую устойчивость экономики в целом, вот это, ну в принципе, такие серьёзные шаги. Потом поддержка идёт не только потому, что льготная ставка, а мы ещё помогаем выплачивать кредит. Там, если ребёнок появляется, ещё один, 40-50 тысяч рублей сразу даём на погашение кредита и так далее. Там целый набор льгот появляется. Ну, правда, и, конечно, дети появляются, и расходы у семьи увеличиваются, это понятно. Ну, сам по себе ребёнок, смысл жизни в этом весь. Поэтому вы его позовите к себе, а лучше вместе с женой. Хорошо. Спасибо. Но что касается, вы правы, что касается Дальнего Востока, мы ведь почему там ввели эту двухпроцентную ставку? Ну, потому что там у нас за Уралом 12 миллионов человек живёт. Вы понимаете, что там происходит? У нас 150 миллионов почти что, да? А за Уралом – 19 миллионов. И чтобы привлечь туда людей, чтобы люди там осваивались, жили, корни пускали, нужно для них предлагать особые условия. Вот это и в этом смысл. Я сейчас не говорю, что нельзя делать, не нужно делать в других регионах. Кстати говоря, то же самое и в Арктике мы ввели. Такую же льготную ставку для работников ОПК и на Дальнем Востоке, и в Арктике. Ну, просто нормальная логика какая? Если и здесь такая ставка, и там, то туда не поедут, будут здесь. Вот и всё. Ну, правда? Да, всё правильно. Но, тем не менее, подумать нужно. Вы знаете, наверное, нужно подумать хотя бы, наверное, для тех городов в европейской части, на Урале, в Сибири, где нужны кадры, которые должны переехать из других мест. И которые приезжают, ну, как в вашем случае, из другого города приехал человек, ему нужно обустроиться. Ну, подумать можно. Это первое. Второе, что касается арендного жилья. Ну, я ровно об этом говорил, по-моему, в прошлом году, в феврале прошлого года, в послании. И мы начали это делать уже. Вот в 2024 году выделены соответствующие деньги из федерального бюджета на приобретение и предоставление, точнее даже, арендного жилья и на субсидирование расходов на оплату этого арендного жилья. Мы, если, дай Бог помните, где-то полтора миллиарда рублей выделили на эти цели для системы ОПК. И рассчитываем, что это коснется так или иначе 38 тысяч человек, в том числе, конечно, и сотрудников, работников вашего предприятия. Спасибо, Владимир Владимирович.